яш программист привет дорогой зритель с тобой яш на канале яш программист это первая серия bitcoin мюсли в которой я прогоню телегу о монетарной системе экономике их проблемах а также одном очень годном решении еще я поделюсь своим видением того что происходит в криптомире на что стоит обращать внимание и чего стоит ждать в будущем ну что ты готов тогда поехали яш программист и так почему же так важно понимать как работают эти циферки на счете в банке или бумажки лежащие в твоем кошельке деньги это один из столпов на которых держится экономика а соответственно и любая человеческая деятельность включая само существование это буквально кровь пот и слезы любого кто хоть что-то сделал полезного в своей жизни они универсальное мерило времени затраченного как на полезную деятельность так и на бесполезно потраченные минуты такой универсальный язык на котором общаются люди который понятен каждому который дает как награду так и знание об окружающей среде но достаточно пафоса в общем деньги это одно из самых важных и плохо осознаваемых явлений поэтому я считаю что любой айтишник может и должен разобраться в системе стоящей за названием bitcoin измерить ее потенциал и взглянуть под другим углом на денежную систему изучение этой технологии откроет твои глаза на существующие монетарные проблемы и даст реальное представление о принципах работы экономики и рынков один из самых важных вопросов современной экономики и монетарной системе эта проблема доверия ее можно сформулировать так как я могу доверять вашим махинациям с моими честно заработанными деньгами сюда входит и вопрос распределения налогов и выдачи частично обеспеченных кредитов банками и непрозрачная инфляция и так далее целом это общая проблема доверия другому человеку ты никогда не можешь быть уверен в том что тебя не подведут или не обманут а уж доверять государству и приближенным в любых денежных вопросах вообще считается жутким зашкваром у людей которые хоть немножко знают историю в итоге это выливается в постоянный человеческий стресс ты ежеминутно рискуешь своими честно заработанными тугриками и дело тут даже не в потенциально прямой но косвенной краже как только у государства заканчиваются деньги она с радостью и втихую напечатает еще увеличив денежную базу и размыв ценностью же существующих в экономике день ведь количество благ не увеличится пропорционально напечатанным бумажкам что вызовет буквально отток ценности прямо из твоих карманов инфляция это обесценивание денег как в результате работы печатного станка так и из-за естественного размывания доверия к любым бумажкам не подкрепленным ничем кроме обещаний и наиболее сильной инфляции ударяет по малообеспеченным людям не зря ее называют налогом на бедность ведь этот невидимый оброк буквально убивает покупательную способность таких денег есть ты не можешь вложить их во что-нибудь прибыльное как только экономика начинает использовать подобные ненадежные деньги называемые фиатом она начинает жухнуть ведь риски связанные с доверием к этому фиату перекладываются на агентов существующих в этой экономике предприниматель не знает наверняка что произойдет завтра с этими тугриками которые он держит в руках сегодня точнее он знает что ничего хорошего и старается избавиться от этих бумажек как можно скорее ведь каждая минута промедления стоит очень дорого есть распространенное мнение что инфляция это двигатель экономики на самом деле она лишь отравляет рациональные процессы на рынках заставляет людей приоритизировать скорость операций в ущерб осмыслению их необходимости на самом деле экономики вместо инфляционного фиата нужны твердые деньги которые могут быть мерилом ценности и чем тверже деньги тем эффективнее станут работать рынке ведь агентам больше не нужно будет волноваться об утекающей сквозь пальцы ценности в ней не будет необдуманных и поспешных вложений трат обоснованных панической мыслью лишь бы побыстрее избавиться от фиата а кушать люди из этого не перестанут стараясь сэкономить такие хорошие деньги на завтра просто будут более разборчивы в своих желаниях ведь у них будет стимул искать для своих ресурсов лучшее применение чем просто держать их под подушкой по итогу твердые не инфляционные деньги это сплошная польза так как они честны с тем кто их заработал используя их ты всегда будешь уверен в том что пофурычив сегодня завтра сможешь купить себе покушать естественно любой человек выберет валюту без инфляции если тебе кто-нибудь скажет что инфляция нужна потому что так надо смело разворачивайся и беги прочь этот человек явно не желает тебе добра и хочет забрать твои деньги оправдывая это мистически возможным всеобщим благом вот кто бы придумал такие твердые деньги которыми вы все могли пользоваться и забыли про инфляцию не правда ли и вот уже больше десяти лет как задача византийских генералов или проблема координации в распределенной одноранговой сети решена сатоши накамото как и любая серьезная инициатива потенциально переворачивающая любую большую сферу человеческой деятельности она все еще в процессе принятия но уже сейчас можно сказать что bitcoin нельзя запретить или загнать обратно в бутылку он планомерно растет указывая на увеличивающее принятие в мире и уже настолько изменил сознание людей что ты не найдешь человека не знающего это слово но сложность системы довольно велика поэтому эти чуваков было и до сих пор остается серьезная фора который я и рекомендую незамедлительно воспользоваться итак в чем суть биткоина самое главное то что это настоящие свободные и твердые деньги свободны они от централизованного управления а твердые потому что их поддерживает правило по которым сети есть полный консенсус они существуют исключительно в цифровой форме так что пошчупать их уж не придется ни мне не тебе но в этом скрыто очень важное преимущество криптовалюты она полностью автоматизирована любой может использовать эту глобальную сеть любой может подключиться и поддержать ее и ни у кого не нужно спрашивать на это разрешение нет ни одного человека который мог бы единолично контролировать сеть биткоина а технические и экономические правила этой системы полностью автоматизируют процесс обмена ограниченным ресурсом имя которому токен всего этих токенов может быть 21 миллион но каждый токен может делиться вплоть до восьмого знака после запятой что в итоге дает нам 2 квадриллиона 100 триллионов саташи мельчайших единиц биткоина простых числах если разделить все биткоины то на каждого жителя земли придется около двухсот семидесяти шести тысяч саташи это около трех сотых биткоина естественно токены не могут быть розданы каждому человеку поэтому была придумана система распределения токенов зависимости от взятого риска в начале распространение биткоина было невелико и люди поверившие вложившие свои силы или деньги и взявшие на себя риски потенциального провала эксперимента получили соответствующее вознаграждение риски постепенно снижаются и каждые четыре года уменьшается награда за поддержание сети соответственно генерация новых биткоинов постепенно замедляется до пределов 21 миллион это самая рациональная система раздачи токенов из тех которые я видел не что всяким и к и прочим мошенническим премайнам ты действительно берешь на себя риски вкладываясь в развитие системы и получаешь справедливое вознаграждение ровно также как и отдавая деньги стартапу на запуск производства рассчитывая на долю его дохода в будущем так как биткоин это открытая сеть с таким же открытым исходным кодом он получил множество подражателей так называемых альткоинов среди наиболее известных лайткоин этериум либра и тонн но тысячи их так что будь бдителен они все дети этой самой первой криптовалюты и зачастую отличаются лишь в мелочах например лайткоин поднял предел количества токенов четыре раза уменьшил период создания блока в четыре раза перешел на алгоритм скрипт и продвигался как серебро мол лайткоин и биткоин могут существовать как серебро и золото я даже поначалу на это повелся и манил лайткоин на специально купленной видеокарте родион но дело в том что монетарные системы следуя сетевому эффекту стремятся к унификации так как рынком гораздо удобнее пользоваться единой монетой нежели терпеть конвертационные издержки таким образом большая экономика поглощает более мелкие и биткоин тотально доминирует над всеми его беззубыми клонами теперь слегка пройдемся по этериум этот альткоин уже посерьезнее его позиционировали как сеть смарт-контрактов и убийцу биткоина которых к сегодняшнему дню накопилось уже предостаточно биткоин в то время обладал нарочно ограниченным скриптовым языком транзакций а это рим вместе с его создателем гениальным из каждого утюга виталием бутерином представлял полный по тюрингу язык на котором можно было делать любые децентрализованные приложения идея хороша да вот реализация подкачала система была очень неповоротлива сильно централизована на этериум foundation во главе которой стоял лично создатель использовала примайн не шибко честную систему распределения токенов и бесконечную эмиссию в целом же она запомнилась мне своей ненадежностью и большим желанием реализации заведомо провального алгоритма proof of stake на замену proof of work алгоритма биткоина так как он якобы потребляет слишком много энергии я считаю что это и он постепенно умрет так как буквально убивает доверие своих участников и свойства антихрупкости из-за чрезмерного желания откусить слишком большую часть пирога ошибок при выборе пути развития и поспешных решений своего создателя и давящих на него инвесторов ли бритон это типичные представители частных денег выпущенных какой-нибудь фирмой фейсбуком и телеграммом соответственно они конечно прикрываются уже давно набившим оскомину блокчейном хотя эта база данных не имеет практического смысла без правил по которым она работает как я понял эти стейбл коины являются скорее закрытыми и все также контролируется небольшой горсткой людей естественно следуя истории частных денег к ним приходит государство и дает по башке ведь она не может потерпеть конкуренцию на таком чудесном монопольном рынке монетарных систем случае же с биткоином государство сделать ничего не может так как методы принуждения работают лишь с отдельными людьми но никак не большими сообществами без управляющего центра недавно пришла новость что тон уже закрыли а либо либо будет сотрудничать с государством что приведет к ее стагнации с жуханию либо также пойдет смертью от настойчивой просьбы что ж прошло больше десяти лет и биткоин доказал что он с нами надолго скорее даже навсегда сегодня государство и частники конечно возятся со своими аналогами криптовалют пытаются выдать свои поделки за что-то настоящее но они никак не могут конкурировать с биткоином ввиду устаревших требований по контролю и эмиссии у биткоина случилась пара форков которые сейчас живут своей невнятной и спойлерной жизнью но самое интересное что развиваются сети второго уровня например lightning или liquid использующий биткоин как источник доверия упрощающие и ускоряющие операции с основной сетью а также увеличивающий ее функционал альткоины я рассматриваю скорее как площадки для тестирования новых технологий таких как мимбл вимбл например и попытку нажиться на плохо разбирающихся в криптоиндустрии людях конечно есть интересные проекты но как только их технологии докажут свою значимость биткоин который достаточно консервативно относится к изменениям поглотит их в общем никому не рекомендую гнаться за прибылью от очередного распиаренного доги коина конечно если вам не жалко нервов или бессонных ночей на бирже попытках поймать удачу за хвост на мой взгляд биткоин будет жить и очень скоро мы увидим новый мир в котором он победит в оживленной денежной конкуренции и предпочитается людьми как для хранения так и для безопасного обмена ценностью по всему миру его система выстроенная на пересечении нескольких областей человеческого знания развивающиеся и выверенной на протяжении десятилетия дает основания и надежды на лучшее и справедливое будущее где твоими деньгами управляет не властная верхушка банкиров и политиков а предсказуемая надежная и непредвзятая распределенная система работающая как часы в общем могу пожелать тебе как можно скорее найти время чтобы погрузиться в эту открытую децентрализованную крипто монетарную систему чтобы просто не отстать от жизни и быть в курсе что же такого нашли многие в этом неожиданном и так долго ожидаемом эксперименте от сатыши накамото если у тебя появились вопросы или желание обсудить эту тему жду в комментариях также как обычно попрошу поддержать канал еж программист своей подпиской и лайками а если хочешь поучаствовать в стримах прошу на канал еж программист спасибо большое за просмотр и пока пока